Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Сегодня небольшая такая соляночка, надеюсь, полезненькая для вас, маленькая. Поговорим о том, как нам сохранить максимально чистым пол зимой, о том, какие витамины мы запасаем с лета для нашей птицы, и о том, какая птица содержится у нас в хозяйстве. Извините, что видео летнее. Всем привет! Хочу показать вам, что вот Сашка поменял подссылку, помните, всю новую? Здесь зеленый свет, поэтому такое освещение. Посмотрите, насколько она рыхлая и свежая. То есть, ну, она новая фактически. Понятно, что куры большую часть времени проводят на улице, но хочу другую вам показать. Посмотрите, где скапливается весь помет. Те, которые здесь спят, а спят они здесь по какой-то непонятной причине в этом году, все равно, даже летом, не на насестах на улице, а именно в курятнике. Они все гадят именно на поддоны. Так и получается зимой. Здесь у нас все вычищено, свежак. Ну, вот больше месяца, и я не знаю, но мне еще надо будет поднапрячься, чтобы хоть одну какаху тут в этих опилках найти. То есть, они сюда ходят, заходят, но пол остается так же и зимой гораздо чище, если у вас есть поддоны под насесты, на которых они спят. Вы отделяете чистоганом эти какахи их, этот их помет, и имеете возможность всегда его убрать. Вот обычно, знаете, курятники вычищают, прежде чем показывать, а я, видимо, наоборот. Может быть, что-то не так со мной. Но, короче, смысл в том, что... Вот я сейчас башку свою беру. Вот видите, где две кучи. Вот в какую сторону они сели от насеста, в такую сторону их попа повернула, тут они вот и сидят. Вот в основном вот в этом углу. Ну, зимой, соответственно, они занимают все насесты. Ай, вот она, блин. Ну что, ну слезай ты, господи. На яйца села, представляете? Мне сейчас она не разрешит ее посадить. Да слезь ты! Вот нахалка, а. Ну что делать будешь с ней? Ладно, яйца сейчас я у нее соберу. Отдай. Вот попа. Ну, вылези. Ну, вылезай ты. Ну что, чего-то? Ничего. Вылезай. Ну, нельзя тебе садиться. Вылезай. Глупень. Ладно, короче, хотела показать вам именно вот это. То есть для зимы и для зимнего содержания кур наличие поддонов, которые под насестами, просто спасут вам ситуацию, оставят вашу подстилку максимально за сезон чистой, надолго, так скажем. И, конечно же, спасут ваш курятник от неприятного запаха постоянного. Вот это все счистите в ведра и вынести просто 20 секунд в любое время дня и ночи. Так что, думайте, смотрите, конечно, но очень рекомендуем. Хочу вам показать. Смотрите, положила им, видите, черноплодную рябину. И вот туда бросила. Они прекраснейшим образом ее едят. Петушок постоянно зовет всех. Очень они хорошо кушают эти ягоды. Правда, потом Саше надо было предупредить, а то он удивляется, почему они какают фиолетовым. Но, короче, яйца цвет не меняют. Желток только желтее становится. Мы смеялись тут, говорили, что, может, и яйцо начнет фиолетовое внутри быть. Вот мы вас бы удивили. Но нет. Очень хорошо они едят черноплодную рябинку. Им очень нравится. Прямо они кайфуют от этого дела. Елене Владимировне еще раз огромное спасибо. Она нас снабдила этим питательным продуктом еще и на всю зиму. Мы сейчас высушим все это дело и будем добавлять. Им просто размоченную буду ставить и все зимой. Это же какой витаминный комплекс, а. Просто шикарно. Но вот петуху больше всего витамин. Видите, не хватает. Изнуряют эти девки его полностью. Скажи, конечно, да, 30 штук тут на него одного. Молодушки. Ну, это я им ботву этой. Ну, сами видите. Моркови даю. А вот там ботва свеклы. Сейчас у них все в рационе, конечно. Осень. Да? Пора. Ягоды можно было бы, конечно, приберечь на зиму. Но ничего. Хватит и на зиму. Ну, и ягоды нашим курам тут как-то уже практически совсем они высохли. Очень качественно, хорошо. Елена Владимировна нас снабдила на 5 лет вперед еще и нам самим. Есть, не переесть. Так, посмотрим вот наши кучинки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. И одна в общем загоне есть, седьмая. Семь кучинок и петух. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, что у них? Так, все хорошо у них. Каждый раз руку, блин. Туда суну нормально, а оттуда с яйцом не вылезай. Знаете, так обезьян ловят в Африке. В коробку кладут апельсин, в дырочку руку сунул, апельсин схватил, а обратно не вылезло. Вот прям наш случай. Так. Кстати, яйцо. Вот смотрите, молотка, а как она догоняет крупное яйцо уже, да, по размеру. Вот. Так, теперь. Папа забирал, что ли, сегодня у вас? Или вы опять раскидали везде? А, вон валяется. Ну, молодцы. Тоже вам надо сделать, наверное, гнездо темное, да? Тоже молодочки маленькие. Все гнездо, все яйцо истоптали. Ну, вы даете, девки. Надо вам закрытое гнездышко сделать. Все-таки, видите, недооценили мы важность закрытого гнезда. Ну, для некоторых пород это стратегически важно, для некоторых, видимо, не очень. Вот эти стратегически важно закрытое гнездо. Так, здесь тоже, соответственно, две взрослые курицы, две средние и две молодки. Так, еще два. Это совсем молодочка, видите, маленькое яичко. И там немножко даже вкровит. Но ничего. Конечно, первые яички, да, скажите, это сложно. Это же сложно так. Вот та с чесанной спинкой, понятно, да, любимая жена. И это они постарше. И это помоложе, помоложе. И это серединка такая у нас наполовинку. И одна у нас в изоляторе сидит по причине того, что петух снова вскрыл ей голову. Я не знаю, у него не клюв, по-моему, у него, по-моему, скальпель. И он меня уже задрал этим, не знаю, что делать. Может, ему прижечь вот этот клюв острый. Он хватает, видимо, просто страшно. Хотя, видите, какой у него гребень большой, ровный, яркий. Синь-синь-дянь, приезжала девушка, хотела приобрести у нас его. Но мы не отдали, в общем. И вот у него гребень, концы переходят прямо в черный цвет. Ну, чувствует он себя прекрасно, кстати. Ну, вот, видимо, так вот он по породе. И девчонки мои сладкие, гребешки все кривенькие, да? Головки маленькие, яички зеленые. Ну, что насупилось, сидишь-то там. Ну-ка, ты что, все хорошо? Да, у меня не посидишь особо, да. Я сразу же тебя просеку. Вот. Их у нас пять. Девочек и мальчик. Они молодочки почти все, одна только взрослая. И из-за этого яички у них мелкие еще. У нас вся птица в хозяйстве выведена нами из яйца. Вот, но это снова относится к болезни, к нашей боязни. Привезти заразу, в общем-то. Поэтому отходите. Дубак на улице страшный. Кстати, в теплице куриный у нас, вот, видите, да, 17 градусов. На улице 11. Сыро, холодно и плохо. Сыро, холодно и плохо.